Медиагруппа «Авангард» представляет Поскольку я работаю в органе исполнительной власти, который в ближайшем времени будет непосредственно выдавать ключи электронной подписи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, то для нас очень важно то, как сообщество реагирует на те изменения, которые сейчас есть. Для всех участников форума основной вопрос, который сейчас важен, это то, как изменения, которые вносятся в федеральное законодательство, будут реализованы на практике, что изменится в бизнес-процессах и каким будет рынок в начале 2022 года, ну и, соответственно, чуть дальше. В законодательстве внесено ряд изменений, которые требуют еще некоторых подзаконных актов, которые должны прояснить ситуацию на рынке. Когда рынок каким-то образом модифицируется, это всегда вызывает некоторые вопросы, потому что одно дело написать это на бумаге, другое дело реализовать в практике. А в данном случае изменения довольно существенные, изменяется просто профиль ведомств и организаций, которые выдают ключи, что неизменно придет к тому, что последует некоторый передел рынка. И в рамках вот этого вот передела, кому останется какая область для работы, кто сможет лучше всего обеспечить сервис, как смогут государственные органы справиться с дополнительной нагрузкой в части обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в функциях, которые раньше они не исполняли, это тот вопрос, который все переживают, все пытаются к этому подготовиться, все пытаются каким-то образом наладить способы взаимодействия дальнейшего, потому что электронный ключ нужно будет использовать в каждодневной деятельности хозяйствующих субъектов, и его проверка, его валидность – это один из важных факторов для организации вообще юридически значимых документов оборота в целом. Поэтому то, как после внедрения всех поправок будет работать этот инструмент, критически важно буквально для всех участников. С одной стороны, как мне кажется, должно снизиться количество удостоверяющих центров, которые работают с физическими лицами, вот это коммерческие удостоверяющие центры, но это, надеюсь, не скажется на том качестве услуг и зоне покрытия, которые они оказывают. С другой стороны, правки 476 и федеральный закон, которые были внесены этим законом, они в том числе подразумевают использование действительно новых технологий по удаленной идентификации, по удаленному хранению ключей электронных подписей, что должно за собой повлечь развитие новых технологий. И, на мой взгляд, один из основных преимуществ, которые должны возникнуть по результатам реализации технологий – это увеличить доступность подписи и проникновение ее в деятельность не только хозяйственных субъектов, но и обычных людей, физических лиц. К сожалению, на текущий момент такое проникновение довольно маленьким кажется, но это связано, конечно, в первую очередь с некоторой трудоемкостью работы с этим инструментом. Если это будет облачно и пользователю не нужно будет на своем рабочем месте устанавливать довольно непростое программное обеспечение и дальше с ним работать, то это повысит конверсию этого инструмента в жизнь обычных граждан нашей страны. Хотелось бы, чтобы мероприятие носило более массовый характер именно в части привлечения людей, для которых эта тематика, может быть, не является повседневной, а несколько специфической. И чтобы на более простом уровне была донесена информация вот до людей, которые на практике применяют эти инструменты. Возможно, есть смысл расширить представительство государственных компаний не с точки зрения участия их как экспертов, а с точки зрения получения ими как государственными органами некоторого опыта, потому что взаимодействие платежщиков, ну, платежщиков для нас, юридических лиц с органами власти часто переходит в электронформ в последнее время, и последним тоже нужно повышать свой левел, повышать свою осведомленность в современных технологиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова